Объясните простую инструкцию по эксплуатации нашего 4D2-IN-1. После того, как мы получили прибор, если мы стандартно оснащаем его, лицо оснащено двумя зондами, обычно это 3 часа 0, 4 часа 5. Тогда для личных слов он оснащен двумя зондами, 3, 0 и 4, 5. Тогда мы можем выбрать свои слова, и есть еще один 5. 6 часов 0, 8 часов 0, 10 часов 0, 13, 3 часов 0. У нас также есть 16 часов. В общей сложности у нас 8 зондов на лице и 2 зонда в частной жизни. Получив прибор, мы распаковали упаковку и вынесли аксессуары. Слова этого зонда лицевые, а слова, направленные на нас здесь, один ряд длинный, а другой короткий. Короткий вставить его сверху вверх, а после вставки закрутить гайку и запирать ее. Это слово приватное, у нас здесь есть канавка, нацеленная на канавку и вставляемая вверх, после вставки она автоматически заблокируется. Закройте его, и мы сможем включить питание. Тогда это частная тестовая трубка. Подключите его, конфиденциальная трубка обнаружения имеет интерфейс, просто подключите его напрямую. Тогда давайте вернемся к нашей странице, где отображается глубина зонда. То, что мы вставляем сейчас, это полтора, поэтому он показывает зонт полтора, и здесь показаны пучки волос. Наши обычные слова, 20 000 выстрелов, тогда наши слова будут чуть больше 20 000 выстрелов, так что это 21 000 выстрелов. Затем слова нашего зонда, это слово, которое мы получили, и они выглядят так, и вставляются прямо в этот слот для карты. После того, как он вставлен, он может быть закручен и заперт здесь. После того, как он будет заперт, он будет отображаться здесь. Эээ, мы заказали длину для этого. В этом случае это расстояние между точками. Слова здесь количество рядов, а наши слова, это до 12 рядов в общей сложности. Тогда в наших словах британская карта это ряд, он показывает 0, это ряд. Итак, немного. Самые высокие слова, это 12 рядов, считайте 12 рядов. Если вы здесь, то расстояние меньше, тем плотнее оно будет. Если расстояние между точками больше, то карт сыграет меньше. Слово здесь энергия. Регулирует энергию. Вот длительное нажатие на задней платформе. Зайдите за кулисы. Это версия зонда дисплея, пряжка волос, настроена. Он выпускает их, нажимая на расстоянии, мы это настраиваем и больше не надо. Слова в фоне по умолчанию, настройка не нужна. Нажмите для подготовки к работе. Эээ, если мы говорим сейчас, мы дадим каждому простую операцию на лице и, вероятно, знаем, как это сделать. Здесь, если мы поднимем зонт, он также будет отображаться, например, когда мычить пять, он покажет лицо. Ах, тогда если я сейчас сменю свое тело. Он покажет тело, слова тела, какие части могут сделать, что он также отображается здесь. Теперь мы просто сделаем это на лице. Когда мы работаем, мы обычно сначала рисуем линию. После того, как мы нарисовали линию на лице, мы сначала используем зонт 3, 0 или 4, 5 для работы. В 1, 5 мы обычно бьем выше лоба, а в 3, 0 и 4, 5 бьем по лицу или ниже нашей шеи. Тогда, если я говорю сейчас, я просто основываюсь на линии, которую мы нарисовали. Зонт производит энергию здесь, но это не говорит о его размерах или величине энергии, только о линии. Итак, мы настраиваемся на линию, рисуем ряды один за другим, затем после окончания карты перемещаемся в новый ряд, снова и снова. То же самое здесь тоже. Операции ряд за рядом. Следуйте линиям, которые мы нарисовали, ряд за рядом. И здесь тоже. Здесь тоже следуйте линиям, которые мы нарисовали, ряд за рядом. Ээээ, то же самое относится и к лицу, нам нужно изменить зонт, чтобы работать в соответствии с разной глубиной. То же самое относится и к шее, просто следуйте нашей линии рисования непосредственно.